Всем привет! Добро пожаловать в новый летний атмосферный и очень душевный влог. Привет, доброе утро! Она у нас спит без лежанки. Ты меня ждешь тут, да? Ой, это счастье маленькое. Эта мордочка приветствует меня каждое утро и пока все спят, у нас с ней есть несколько минут только друг для друга. Она совсем большая девочка, я не знаю, когда она выросла, но она уже спит всю ночь и спокойно дожидается утренней прогулки. После такого теплого приветствия я возвращаюсь обратно в ванную и начинаю ухаживать за собой. Для начала я умываюсь холодной водой и также использую очень нежное средство, которое не пенится. Это мои любимцы. Все они подходят для чувствительной, обезвоженной и сухой кожи. Также для комбинированной, если вы чувствуете стянутость после умывания. Я, к сожалению, убила свою кожу и две недели лечила, но сейчас, слава богу, все проходит. Восстанавливаю ее эссенции от марки Миша, она хорошо увлажняет кожу. Это линейка Супер Аква, она на основе гиалуроновой кислоты. Вот так просто наливаю ее на ладошки и аккуратно распределяю по всему лицу такими слегка вбивающими движениями. Также не забываю о шее и она сама по себе дает очень крутое увлажнение на длительное время. Обязательно чищу зубы, конечно же, у меня отбеливающая супер освежающая паста от Джейсон и щетка, название которой произносится Xiaomi, что-то в этом духе. Я ее очень довольна, хорошо чистят зубы, нареканий нет. Дальше обязательно наношу сыворотку с витамином С, о которой я рассказывала в фаворитах лета. Она двухфазная, здесь некислая форма витамина С, что опять же подходит для чувствительной кожи. Она деликатно выравнивает оттенок кожи и делает это очень постепенно. Под глаза я наношу крем, который я хотела бы закончить, он гелевый и на лето мне этого абсолютно достаточно. Это марка Lancome, когда-то тоже показывала вам его, это не первая баночка. И на все лицо я наношу легкий крем от MediKate, тоже с витамином С и с SPF 30. Я очень пожалела, что я сделала одновременно и чистку кожи и биоревитализацию, потому что у меня было миллион прыщей и сейчас борюсь с покраснениями. Также снова неравномерный оттенок. В общем, не делайте так, как я. Я вернулась к проверенным средствам и я думаю, что я на верном пути, так как вот уже несколько дней, как дела, пошли на поправку. Вот такая реакция также может произойти. Все очень индивидуально. На этом я прячу свое богатство, наношу увлажняющий бальзам и я буквально готова покорять мир. Я шучу, если что. Я до сих пор не могу нарадоваться тому, что мой свежий, бодрящий, ароматный кофе готовится всего одним нажатием руки. И это было совершенно необыкновенное утро, потому что дети впервые за долгое время ночевали вне дома. И мне никуда не нужно было успеть, я никуда не торопилась. Я даже ничего не готовила и я просто вышла на террасу, еще и была чудесная погода. Но в доме настолько пусто, настолько непривычно. Хорошо, что Мика теперь есть дома. Так что мы с ней сделали обход, понаблюдали за всеми цветами. Это был выходной день, поэтому я могла себе это позволить. И также я должна вам сказать, что с моментом появления Мики в нашей семье многое изменилось. И я заново открыла то место, в котором мы живем. Но я как бы знала, что здесь красиво, я знала, что удобно куда-то доехать, что можно кататься на велосипедах. Но оказывается, у нас здесь так много пешеходных трасс, по которым можно просто прогуляться, понаблюдать за природой, расслабиться, зарядиться и вообще просто отдохнуть душой. Ну и, наверное, не нужно говорить о том, насколько полезно все-таки гулять пешком. И для нашей семьи это еще один повод провести больше времени вместе. Ну а теперь я ношу с собой еще и котлеты. Так как я тренирую собаку, и в принципе даже неплохо получается, но теперь у меня полные карманы и полная сумка разных вкусняшек для нее. Но даже это не всегда работает, когда она видит воду. Блин, Мика, ну нет. Боже, какое милашество прямо рядом с домом. Утка дикая и маленькие утята. Причем они здесь плавают с самого рождения. Я всегда держу здесь Мику на поводке, чтобы она не нападала на них. Ну я не могу. Доза умиления с самого утра. Время отправиться за продуктами. Я стараюсь носить с собой сумку многоразового использования. И также фрукты, овощи и яйца мы всегда покупаем не в магазине, а у мужчины и женщины, которые разбили такую торговую лавку недалеко от нашего дома, у них всегда все свежее и гораздо вкуснее, чем в магазинах. Но за молоком, иногда за бытовой химией, за молочкой я отправляюсь в магазин, в один из. Которые также недалеко там, в 5-10 минутах, легкой походкой от нашего дома. Я как раз собиралась готовить тортик, поэтому набрала кучу всего. И домой принесла малину, яблоки. Мы сейчас по максимуму заряжаемся витаминами. Еще взяла баклажан, очень люблю кукурузу для себя и детей, конечно, чеснок и много-много помидоров, которые я очень сильно люблю. Но и яйца, это делать вообще никуда. Решила сварить компот из уставшей клубники. Она так быстро портится сейчас. И один такой небольшой секретик. Так как ревень сам по себе супер кислый, я всегда добавляю сахар. Но, чтобы компот был более ароматным, я еще кладу один пакетик ванильного сахара. Вот хозяйкам на заметочку. Отварила кукурузку. Кто так же любит кукурузу, как я? И буду готовить рататуй. Я недавно снимала целый отдельный футбук. Поэтому, если вы хотите получить вдохновение на готовку, на какие-то интересные рецепты и простые, при этом вкусные, то заглядывайте. В этот день я также снимала видео для мейкапа. Я вам говорила, что я веду там свою рубрику «Битву брендов». И это был последний выпуск, посвященный аппетитам. Я думаю, что он выйдет через пару недель. И, наконец-то, я закончила большой для себя проект. Это было 8 дополнительных видео. И после съемки я обычно перезваниваю всем, кто не мог ко мне дозвониться на протяжении нескольких часов. Подолгу болтаю с мамой, с подружками. И я как раз тогда, в этот вечер, ждала домика. А почему это видео с закадровым голосом? Потому что я хотела насладиться моментом и рассказать вам о своих эмоциях уже после. Съемки – это еще полбеды. А дальше меня ждет монтаж в течение нескольких часов. Но зато радует вот такой вид за окном. У меня очень серьезный набор на вечер. Все, что нужно для пинаколады, дома попросила сделать. И также вновь сделаю соус из красного лука. Очень вкусный, так называемый чатный, с кусочками лука. Значит, смотрите, что нам нужно для пинаколады. Я покажу вам все составляющие. И попробую то же самое сделать в термомиксе. Да, здесь также можно делать алкогольные коктейли. 200 грамм белого рома. У меня бакарди. 220 грамм ананасового сока. 100 грамм кокосового ликера. 100 грамм молока конденсированного. Вот такое. Оно более густое. Но я думаю, что можно взять просто жирное, обычное коровье молоко. И лед. Еще здесь написано сахар. Но я думаю, что я обойдусь без него. Зачем сахар? И так все сладкое. Вот это мой белый ром. У меня же взрослая аудитория. Я думаю, что ничего страшного, если я такое показываю. Малибу. Это не совсем кокосовый ликер. Это вообще ром. Ну, ладно. Короче, будет такое. И мой ананасовый сок. Так что сегодня у нас вечер пинаколады. В общем, получилось где-то 5 вот таких бокальчиков. Они, кстати, у меня из Ларедут. Очень красивые, стильные. Такие элегантные. Сама пинаколада довольно крепкая. Я как-то аж не ожидала. Поэтому для меня один такой коктейль, это, конечно, предел. Мы с Томаком решили поехать только вдвоем поужинать в одно из наших самых любимых мест. И просто люди, которые очень любят готовку, которые знают, где найти качественные ингредиенты, решили открыть вот такой классный ресторанчик за городом. И мы его оценили. Давно мы не были в Кракове вечером. А здесь жизнь бурлит, как ветер. В Кракове все еще мало туристов. Но, тем не менее, видно, что люди уже выходят в город. А это мы с вами рассматриваем провокационное берафити, за которое даже могут посадить. А мы едем домой. Вот и готов соус. Я его здесь оставлю, чтобы он не остыл. Налепила котлеток, гречаников моих. И еще у меня осталось вот столько фарша. Где-то на 2 или 3 маленьких котлетки. Как раз на всякие, знаете, пожарные оставить в морозилке. Потом достаешь, размораживаешь. И по-быстрому практически готов обед. Что-то там отварил картошку или макароши. И все. Здесь у меня запеканочка тоже одна из любимых. Если вы хотите что-то найти из моих рецептов, то вписывайте ося запеканка или ося гречаники, ося блинчики в ютюбе. И тогда поисковик все вам выдаст. Сейчас я разогреваю подсолнечное масло. И уже поставила отваривать молодой картофель. Наконец-то все готово. Весь процесс у меня занял где-то полтора часа. Отварила картошечку, как я вам говорила. Любимый салат моих мужчин. Капуста красная с луком, с майонезом, немножко соли и перца. Гречаники вот такие румяные у меня вышли. Еще два на завтра останется точно. Может больше. Я на это очень рассчитываю, чтобы не пришлось готовить. Сделала обычный салатик. Сметана, огурцы, помидоры, соль. И также лимонад. Мед, мята, лимон. И половина обычной воды, а половина газировки. Вот уже расставила новые стаканчики. И, кстати, хочу вам сказать, что вот эта дорожка, которую я покупала на Ларидут, она гениальная. Она вообще не промокает. То есть можешь лежать на террасе. В доме она также у нас пребывала. Очень удобно. Если даже что-то испачкается, то раз-раз протерла. И все снова чистое, как новое. Вот эта корзинка очень классная. Будем обедать на террасе. Это у нас редкое удовольствие. Но вроде как пока что не идет дождь. Я не знаю, это пятый, шестой раз за лето. Всего лишь, представляете? А так вообще невозможно сидеть. Так что приятного нам аппетита. А мы с вами увидимся в следующей части влога. Честно говоря, здесь я также в шоке. Потому что очень-очень мало товара, которые на распродаже. Но всегда стоит посмотреть, а вдруг. Красивые вот эти большие, зелено-желтые, высокие вазы. Хотелось бы такую напольную плетеную в зал. Но ее же Мика съест на раз-два. Поэтому теперь такие вещи мне не светят. А вот эта линейка супер красивая. К сожалению, у меня уже загружены руки. Не могу взять. Возможно, поищу онлайн. И форма для запекания, и миска. Такие чашечки и кувшины. Или вот эти классные, плетеные. Интересно, их можно использовать реально для того, чтобы что-то наливать туда? Или только для красоты? Как думаете? Еще вот такие чашки огромные, бомбовые. Я вам говорю, мне нельзя заходить в H&M. Каждый раз они специально для меня что-то выкладывают. Я, конечно, шучу. Но много действительно хороших вещей. Вот гляньте, вот эти шортики. Они очень удачные, потому что они слишком короткие. И также не будут некрасиво заворачиваться. Из-за отсутствия отворота они как раз не будут полнить ноги. Юбка мидии из приятнейшего материала. В нем как раз не будет жарко. И такая красивая расцветка. Вообще сочетание синего и белого, по-моему, всегда смотрится выигрышно. О, нет, ну зачем я сюда подошла? Очень красивый сарафан. Тоже в длине мидии, из той же ткани. Красоте. Совсем на жару. Вот такой, посмотрите. Длинный, прикрывающий колено. Или же коротенький комбинезон. Одинакового цвета. Хлопковый. Этот комбинезон выглядит таким простеньким. Но если его надеть с красивой шляпкой, с какими-то соломенными аксессуарами, вечером поверх можно бросить джинсовую куртку, будет бомба. И он уже не с короткими штанинами, а подлиннее. Видела эти вещи онлайн. Ну, некоторые из них. Поделюсь ссылками. Обалденное фуксиевое, полностью натуральное платье. Тоже закрывает коленка. И на распродаже всего за 12 евро, по-моему, это также натуральная ткань. Девочки, кому ботегу за 9 евро, а? Причем такой удачный цвет. Коричнево-серый. Ко многому будет подходить. И удобный каблучок. Сори, даже не 9, а 8. Представляете? Кстати, а вот это просто обалденные шорты из H&M. И они есть в разных расцветках. Хорошая посадка и длина шортиков. Вижу, что пол инстаграма гоняется за палеткой от Анастасии Беверли-Хиллз. Это лимитка с Джеки Айной. А у нас она продается с 50% скидкой в Сифоре. Еще раз всем привет-привет. Я во время покупок не показывала вам то, что я приобрела для дома. Поэтому давайте вместе распакуем и разложим кое-что новенькое по местам. Абсолютно спонтанная покупка. Зашла за продуктами и увидела очень классные емкости для компота, для лимонада, для сангрии. Для чего угодно, я вообще сразу подумала об узваре. То есть можно будет налить, закрыть крышечкой и поставить на балкон зимой. Но сейчас, конечно, чтобы ничего туда не летело. И вообще удобно хранить так в холодильнике, где угодно. Стоило копейки, но зато очень красивая и практичная. Сразу две прихватила. В Заре Хоум увидела вот такой удобный графин. Понимаете, когда ты делаешь лимонад или воду с лимоном и засовываешь в такую бутылку, то потом очень сложно достать все фрукты или листья, которые туда кладешь. Поэтому я очень люблю использовать вот такие графины. Но не все из них одинаково удобны. Знаете почему? Я раньше как-то не обращала на это внимания и поняла, что из трех графинов два у меня таких, которыми я не пользуюсь именно по этой причине. Так что взяла вот этот, он прям такой тяжеленький. И у нас был еще один треснутый. Поэтому я обновила стекло. Не знаю, почему оно у нас так часто бьется. С 50% скидкой купила в Заре интересную свечу. У нас такой еще никогда не было. Она как бы в керамическом горшочке. И воск внутри белый. Как раз хорошо подойдет по цветовому сочетанию. К тому, что я хотела бы тут немножечко поменять. Расставила все бокалы, стаканы и фужеры, которые я недавно вам показывала. Ну как недавно? Полтора месяца тому назад. И как раз все идеально поместилось. Но мы хотели бы сменить этот комод. И так же, как она называется правильно? Типа как тумба под телевизором. У нас это мебель из Икеи. И мы все покупали на скорую руку. В принципе окей. Но это не то, что нам хотелось изначально. Вот. Так что будем перевозить это в другую квартиру. Но не суть. Здесь у нас как-то так даже не запланированно. Образовался бар. Нам много надарили разных вин. Что-то мы покупали для коктейлей. Для гостей. И вот так здесь все организовала. Если закрыть дверцы, то немножко все просвечивается. Микуся пережидает жару. Бедняжка. Она все ищет самое холодное место. Ну как бедняжка. Я бы тоже не прочь была спать целый день. Конечно же, я не могла не купить новые наволочки для настроения. И когда увидела вот эти, они как замшевые, такие бархатные. И очень красивый, теплый карамельно-бежевый оттенок. Они прям как из настоящего какого-то натурального материала. Абсолютно одинаковый оттенок в реальной жизни. Но в зависимости от того, как падает цвет. Или они разные? Нет, вроде одинаковые. Да. Просто вот видите, в одну сторону зачесало темнее, в другую светлее цвет получается. Тоже из Zara взяла очень красивый плед. И он мягчайший. У нас Захарка всегда просыпается раньше всех и укрывается пледиком. И вот этот тоже подойдет по цвету. Еще вот такую мягусенькую взяла в H&M Home. Потому что у нас все по очереди убивают вот такие светлые подушки. Их периодически нужно менять. И я думаю, что я отложу ее до праздников. Потому что очень красиво сочетается с бордовым, с зеленым цветом. Ну и даже вот так было бы классно. Но сейчас у меня несколько другая задумка. Потому что в H&M я нашла обалденно красивый зеленый цвет. Мне хотелось добавить вот живую зелень, как за окном. Сейчас тоже опять же в камере кажется, что чуть темнее, чуть более какой-то такой невзрачный оттенок. Но в жизни вот как сочная трава за окном. Во всяком случае у нас. У нас все лето идет дождь, поэтому у нас зелено. Но я бы не против, чтобы было и настоящее лето. Вот посмотрите, как красиво этот цвет выглядит синим. Тоже замечательно. Сейчас попытаюсь привести в чувство диван, который страдает больше всех. На пару с ковром. К счастью, он тонкий. У нас здесь подогрев пола, поэтому он просто придает уют. И слава богу, что он тоненький. Я сейчас быстро отвезу его в химчистку. И сзади мне его почистят. В стиральной машине я, конечно, не могу его постирать. Летом дети с друзьями, с соседями бегают туда-сюда на террасу в дом. Вот. И Мика, конечно же, поэтому он пачкается в этом году больше, чем обычно. Лежбище новое. Мика. Подожди. Таня, разложи. Ника. Что такое? Ника. Подожди. Подходит тебе, Мика? Микась? Вот такая очень теплая, уютная атмосфера у меня получилась в этот раз. Кстати, таких оттенков у нас еще никогда не было в интерьере. Такого сочетания и уже такой слегка даже осенний мягкий свет, нам не кажется. Еще когда мы вернемся, сзади зацветут наши... Спасибо вам огромное за просмотр и за пальчик вверх. Я старалась передать свое настроение и атмосферу. Я надеюсь, что вам понравилось. На этом мы будем прощаться. Пока-пока. До встречи уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok